здесь вот ссылка сейчас я попробую скопил ссылку сейчас попробую отправить период в к сейчас я немножко вроде в эфире вот сейчас я просто такого я вот ну блин ну вот пея вообще в жизни ничего не может быть это удобно наверное скорее всего ну как это вот вот как это сделать я очень не понимаю так все записи что у вас нового сейчас я вставлю еще не копируется господи боже ты мой то и опубликовать сейчас я посмотрю на появится этот прямой эфир или это не прямой эфир у нас идет там сейчас я еще раз сейчас идет запись и написано мне нужно поделиться эфиром нажать вот скопировать ссылку сейчас я ее вставлю сюда к себе в страницу то есть здесь не просто так все сделать вот свет удалю а это вставлю чаще сейчас нам надо просто ссылку эфира отправить ну вот туда вот все опубликовать сейчас мы запустимся тут 20 минут так но вроде все если можно там . пусть посмотрит идет эфир нас не идет кого посмотреть но на этой 2 на или как потом вчера делали но вроде у меня пошло на страничке потом сообщение сейчас минуточку запозданием идет эфир так скажи пожалуйста что нибудь как слышно ну как бы да получается что я тебя буду слышать с опозданием и будет эхо у нас в эфире такая история такая щас а я щас звук там выключу наверное сейчас минутка я вот так на сделал чтобы на моей странице не было звука а я теперь наверное может дам дочка посмотреть идет ли как бы может быть так у нас тут присоединя вот четыре человечка нас смотрят может быть кто-то напишет нормально нас слышно или нет вот как нибудь если так я начался к себе тоже зайду на страничку посмотрю и мы начинаем просто тут такая вот система пока удобная что мы просто радуемся сыграл 24 минуты уже такие хотя вроде не совсем старики то но сейчас я посмотрю свою страничку и начинаем так мы эфир вроде идет 5 человек нас смотрит все так игорь ну сейчас я еще в youtube свое разрешение зайду вот и прям буквально 3 секунды звука нет звука нет звук я сейчас как бы включил вот сейчас идет звук нормально все таня ты отключись потому что выйдет из этого да я просто же ну прошу проверить как бы техника до чего дошла как это я сама дошла так сейчас я попытаюсь запустить эфир на ютюбе потому что у нас там тоже много просмотров не знаю будет ли видно не видно начать трансляцию сейчас так и вернут и пока можешь представиться я пока тут занимаюсь с такими как бы кто то есть как чем-то занимаешься и так далее так далее для людей которые новенькие чем я занимаюсь кто я эксперт 20 летним опытом в области сада широком спектре это обрезка плодовых деревьев это формировка это обработка также хвойных деревьев декоративных также профессионально занимался и на радостном то есть эксперт по виноградурству и эксперт в области выращивания ежевики это крупно интересная культура очень перспективная ну в основном я занимаюсь садоводством это обрезка плодовых ну и большей части да это обрезка плодовых декоративных хвойных там и так далее опыт работы ботаническом саду промышленном саду ну и частные сады это постоянно клиентская база где я практикую и учусь повышаю квалификацию и так далее в общем так кратце ну наверное я тоже может быть о себе чуть-чуть расскажу тоже как бы раз мы собрались просто я очень рад что ну вернее я тоже там ну как получился в мичуринском плодовощном вот и когда это закончила в 2003 потом я практиковался тоже значит на своем таком горьком опыте потихоньку сам учился сам где-то что-то там изобретал как бы да и усмотрел думаю вот правильно ли мы обрезаем потому что когда я начал возвращаться в сады которые обрезал вот и у меня получалось так что я понимал что мы делали ошибки вот я даже сегодня обрезался тоже там женщины обрезали там что-то сделали но вот говорит вот какие-то хвостики на х на концах вот выросли и вот как бы да ну не понимают люди то есть насколько долго мы уже занимаемся обрезкой но нас люди все равно это не понимают и они для них проще обрезать топиарные формы сделать не ваки обрезать плодовый сад так как надо на плодоношение мы пока не умеет большинство людей не умеет есть какие-то единицы вот у нас хорошо что я познакомился с игорем еще да то есть вот как бы мы ну наверное может быть сам вам судить зрителям данному я надеюсь мы наработаем примерно в том же направлении то есть миксуем промышленные сады промышленные приемы применяем их переносим в частный сад и в общем-то ну как бы вот это нам позволяет ну как-то вот оптимизировать это да то есть вот те наработки которые были их применять частном саду потому что у нас в частном саду сегодня яблоням большей степени вот он в средней полосе на юге там и более такие косточковой культуры они растут на слаборостных подворе и вот сегодняшний эфир я бы хотел с игорем от обсудить тему как вот игорь сам видит про обрезку как часто надо обрезать сады один раз в год два раза в год там не за может быть раз пятилетку подходить к ним да вот я хочу просто услышать мнение ну так сказать стороннего специалиста который ну тоже занимается обрезкой а вот его видение потому что я считаю что сады современные сады надо обрезать все-таки ежегодно ну или хотя бы для сильно рослых заходить через сезон вот игорь что ты на это можешь сказать как бы ну дискутировать на эту тему нужно сначала рассмотреть что есть разные виды подвоев и естественно сила роста подруге и это карликовые подвои среднерослые и мощные семенные подвои также еще породы деревьев которые также требовательные и живут обрезки ну начнем с подвоем что на карлике это интенсивный подвой для выращивания в промышленных садах даже частных садах который предусматривает интенсивную обрезку ежегодно без обрезки мы дерево перегрузим она может развалиться может вообще завалиться очень быстро вы стареет плодовая часть плоды станут мелкие и так далее то есть отечеем с чем связано вот это вот быстрое старение молодых саженцев современных и быстрый рост то есть быстрое старение быстрый рост это подвой карликов он скоротечен он быстро вступает в отношении им нужно интенсивно обрезка и быстро стареет без если мы будем обрезать дерево быстро постареет и мы заглушим рост оно все покроется плодами плодовыми почками перегрузится плоды будут мелкие и толка никого не будет с этого получается у нас смотри вот из твоих слов я немножко перебью чтобы ну да народ понимал а получается когда дерево загружается плодами она стареет вот чтобы продлить его молодость до ночи чрезмерно то есть по отношению это элемент торможения ростовых процессов еще больше плодов много урожая это значит дерево остановилась росте она следующем году не плодоносит потому что не было закладки плодовых почек а все питание все весь процесс пошел на дозревание этих плодов этого была периодичность когда дерево перегружено мы остановили ростовые процессы закладки не было дерево гуляет сезон наращивать плодовую часть а потом плодоносит то есть через сезон получается если мы не будем вообще ничего делать на карлике еще хуже и очень часто встречаются такие деревья где качатка старая плоды как грецкий орех расстроить процессом нет все дерево но не перспектива я вообще не вижу зачем выращивать такой вернуть вернуть дерево вот мы можем вернуть дерево как говорится да вот к жизни чтобы да мы можем лучше не допускать на карлике если мы планируем высаживать сад сад или отдельные деревья там единички да то мы сразу должны представить ежегодную обрезку этого дерева со стимуляцией новых приростов и иначе нет смысла вообще высаживать на карлике то есть это удобная форма доведения опять требует требует там допустим надо и шпалеру надо и полив но самое главное это обрезка стимуляция расставить процессов чтобы дерево не старело на карлике мы должны обрезать ежегодно то есть мы не не можем пропускать если в интенсивном саду будут пропуски по обрезке они уйдут в убыток и у них плоды премиум-класса просто не будет ну да здесь получается я игорь превью ножка то есть чтобы люди понимали да то есть почему мы говорим о том что плодовые сады и сегодняшние плодовые сады это не как у бабушек у дедушек вот эти огромные на 10 метровые яблони мы должны учиться обрезать заново да вот эта вот история которая ну вернее там все то же самое укорачивание прореживания но мы должны и нормировать поводы если это карлики да и грубо говоря там стимулировать рост чтобы дерево не затухало потому что я вот сам приходил когда на участке стоит ну полтора метра с поникающими веточками что-то вниз такой дохлястик какой-то врачу это у вас это чуть-то молодой саженец ой нет этому лет 15 это вот так он вот живет и живет то есть современные саженцы требует такого интенсивного как в промышленных садах обрезки ну вот как бы мы к этому плане да то есть карлик это сразу нужно иметь ввиду мы высаживаем мы должны научиться стимулировать рост ежеводной обрезкой на карлик второй подвой это же средний рослый где деревья уже более побольше в размерах вот и имеет уже умеренный рост вот тем не менее я считаю что какие деревья тоже должны обслуживаться ежегодно потому что там такой же принцип обрезки то есть стимуляция ростовых процессов ну в принципе если дерево не будет сильно перегруженным то можно допустить обрезку через сезон можно допустить если она будет небо небольшое дерево преднеросло тумеренным урожаем не перегружена это в принципе можно делать цикличную обрезку выборочно не так как на карлике на карлике там вы четко вырезают стимулировать на для того чтобы были однолетние приросты на среднем ростном подводе там процессы мощнее и дерево реагирует сильнее поэтому можно допустить обрезку допустим через сезон при тех условиях которых я сказал это умеренное подношение ну и стимуляция хотя бы раз вот через через год то есть мы должны как-то обновлять древесину потому что она удлиняется стареет кольчатка я сегодня обрезал два карлика на участке и они полностью затухли в росте и одно среди рослое дерево оно все покрыто кольчаткой роста никакого нет она уже два года вообще не обрезалась и мне пришлось вырезать часть карчатки части делать переводы то есть мне нужно было сделать обрезку на стимуляцию этих я потому что они просто уже остановились в росте абсолютно нет вообще одни из плодовые почки так допускать нельзя да а игорь вот я тоже поделюсь тоже таким мнением я но своим таким мнением раз уж мы вроде как два эксперта до считаемся наверное тоже добавлю свой вот немножко я тоже на один участок приходил и вижу дерево вот она да ну прям не растет маленький прирост и там по 5 сантиметров ну я тоже же это с института да типа это не такое это плохо то есть когда меньше 20 сантиметров это говорит о том что дерево уже устаревает даже сильно рослое деревья вот я начал его просто обрезать просто обкарнал вот этого пронормировал количество букет но кольчатки оставил вот эти вот что-то укоротил и на следующий год я прихожу меня стоит уже пушистик но ты уже круто потом я там еще год приходил потом следующий год проходил и хозяева вот вот ну крупные очень плоды начали получать и дерево ожило то есть вот это карликовое дерево она дано под подпорочкой стоит потому что ее клонит тяжелые крупные плоды она ну погибну наклоняется корневая система не такая мощная ну как и в промышленных садах они все стоят на подпорке то есть и вот есть мы карлик мы он по-любому будем но хотим и того или нет его подпорка с ним будет стоять все время и дерево начала реально плодоносить ну то есть расти и плодоносить и вот как промышленники говорят наши мичуринский а тоже как слушают не выступления значит у нас должен быть умеренный рост умеренная закладка плодовой древесины и умеренный плодоношение тогда мы будем получать как ты говоришь плоды премиум класса вот поэтому вот ну если у вас современные саженцы яблони да вот ну в большинстве регионов они сейчас как бы развиты вот новые вот на слаборосых подворьях мы с вами увы но должны резать их систематически и даже применять летний обрезки да и у допустим семенной подводе здесь уже можно рассмотреть два вида ведения на семенном подвое саженцы это будет если это будет искусственная форма допустим которая будет сдерживаться или допустим естественная форма которая будет расти одноствольным деревом по принципу разрежено ярусно и так далее или она будет расти свободно то есть будет набирать те параметры роста которые заложены сортовых особенностей подвойной комбинации и вот два варианта если мы выращиваем допустим мощное дерево искусственной формы то без неживотной обрезки даже двух обрезок за сезон это будет летняя обрезка это будет осень или весенний обрезка в обязательном порядке потому что семенной подвой он дает мощный рост или если мы создаем искусственную форму каких-то определенных размеров допустим 3 метра то мы без обрезки не сможем управлять этим деревом она будет выходить за рамки этих размеров этих габаритов пропустить один сезон это значит потерять контроль роста потому что она применяя современные приемы допустим прием управления ростом на крик мы работаем по однолетним приростом мы сдерживаем ведем баланс этого дерева допустим 3 метра если мы вдруг пропускаем один сезон дерево мощно стартует мы в следующем году пропустили через год мы заходим уже на двухлетнюю древесину мы вызываем уже более сильный рост более проблемная остановится дерево и нам больше нужно уделить внимание по нормализации этого роста то есть короче у нас идут волчочки так называемые не волчки а такой усиленный прирост одновременно да и чем мы больше начинаем вот резать как бы вроде мы понижаем вот и заходишь сады смотришь ребят вот на двулетнюю древесину режут верхней части или зачем вы это делаете дерево высокая хозяева участка просят понизить крону и вот вот ошибка на двух-трехлетнюю верхней части и ну получают клен и глобозу то есть я вот другой не могу ничего объяснить это что я хочу сказать что если мы создаем искусственную крону и пытаемся не сдерживать на семенном подвое у нас минимально это один раз для сезона обрезка без всяких пропусков а оптимальный вариант это двухразовая обрезка в летний период времени и осенний весенний в зависимости от региона где кто как будет придерживаться данной обрезки если взять допустим естественную крону где дерево выходит на те хабариты те размеры которые допустим ну 6 метров да то здесь уже другая абсолютно ситуация здесь уже мы можем частично умеренно делать коррекцию обрезку и заходить даже через год если мы не будем сильно резать это дерево мы будем вызывать лишний излишний расставы процессы от поддерживать это дерево умеренным прореживанием допустим умеренном украшиванием дерево наросты деревья да про сильно роста по двойке на русских деревьев говорим об этом а варень про 7-ой погой сильно росло и деревья которые не сдерживаются интенсивно да как на искусственной форме а выращивается более естественно там одноствольным ярусная крона размер там 5-6 метров и так далее такие деревья меньше требуют ухода меньше обрезки и можно заходить через сезон то есть разница ощутимая искусственная крона и естественная крона и естественно что уход за таким деревом будет в меньшей степени и обрезать его можно будет через сезон при условии что мы не будем вызывать излишний рост обрезаю как бы игорь я добавлю вот эту историю мы там вчера чтобы когда пытались выйти в эфир налаживаю да я рассказывал эту историю что у меня сад вот я туда захожу уже наверно третий раз я его обрезаю то есть 6 лет я с ними работаю то есть как бы деревья сильно рослые как бы я пару сезонов их немножко выравнивал потому что я обрезал очень крупные толстые ветки верхней части но я такая я треугольник даже если многоствольная система не вот сегодня кстати тоже вырезал но я тоже стараюсь делать такой треугольничек и каждую ветку как бы обрезаю как отдельное дерево ну условно говоря формирую его так вот носа подчиняю между собой чтобы там все у нас было так сбалансировано и получается что когда я захожу к сильно рослым деревьям и когда дерево уже потихоньку загружается плодами у него прирост уменьшается и я делаю там некоторые корректирующие такие подрезки просто ну вот от плодоносившие части как бы уже утолщающиеся да там 3-4 летнюю потихонечку вырезаю у меня как бы ежегодно идет прирост хорошей древесины ну молодой свежей древесины умеренного такого прироста то есть но это вот нужно делать через сезон потому что если я еще на год запущу и вырежу эти же веточки через еще там два сезона да то у меня уже пойдет такое волчкование то есть не 50 60 сантиметров прирост и это насильно росла я говорю деревья а уже там метр и и более а это уже ну будет чуть-чуть сдвигать плодоношение то есть мы уже будем выращивать волчки вот ну вот о чем вот игорь говорит что если мы хотим такой относительно ленивый сад да то есть мы как раз вот и должны применять вот эти вот ну ну как уметь читать дерево уметь понимать дерево да то есть слаборослые там среднерослые сильно рослые искусственные формы крон там естественные формы крон вот ну вот это уже вот чисто тоже из практики вот игорь такой вопрос наводящий вот по твоим роликам да я вот ну как бы за тобой тоже смотрю ты работаешь больше как бы стараешься показывать вот эти приемы клик сдерживание роста то есть мы можешь сейчас тоже об этом поговорим то есть ты создаешь более искусственные формы крон вот и соответственно вот ну как бы вот про них да вот и там говорил уже немножко но вот может быть еще что-то вот особое такое да вот как бы ну то есть мы вот про острые развилки мне очень понравилось когда у тебя был какой-то видеоролик рассказывал то есть вот почему ну вернее как это вот у нас есть животные коровы да то есть мы в дикий лес пустим да они как бы ну наверное погибнут а вот а если мы с тобой искусственную форму созданную вот человеком высадим в лес ну как естественные такие условия там вот в лесу же растут деревьев никто их не обрезает там они сами растут что-то из этого получится да то есть вот развеять вот эту ну как это тайну или как назвать да вот это вот хочу почему искусственной формы как бы с ними ну и острый развилки я не буду держать а вот с естественными формами здесь уже немножко сложнее будет ноты кусты на форма и можно попить технологию сегодня современный такой тенденция современности видения декоративных растений которые люди поездили по японии там и так далее увидели там эстетику в другом свете это вот такие формы облысевших сосен стиле него кинга для многих это еще как бы неприемлемо и они не могут воспринимать данные формы но смотрю уже набирает обороты вот это вот тенденция к познанию эстетики таком формате и людям нравится и вот если сна сосна да в лесу растет она сама по себе кому-то нравится такой образ а кому-то нравится такая с оголенными ветвями такими лапами и так далее вот уход за дикой сносной он практически никакого но там бывает гусеница может завестись там ну принципе там особо так нечего обрезать надо может какие-то сами санитарную обрезку и так чтобы она не была завышена у тебя стиль не ваги то если пропустить хоть одну обрезку то этот стиль пропадает форма сразу теряется и ежеводная обрезка идет поддержки этой формой то есть требует ухода вот примерно то же самое это естественной формой плодового дерева допустим яблони из искусственно искусственная форма она требует большего ухода и искусственную форму можно создать на разное восприятие это может быть ваза это может быть лидерная какая-нибудь форма двухлидерная это может быть шпалерная форма пальметы и так далее то есть разнообразие очень огромное но чем сложнее форма тем больше она требует ухода естественно что это вызывает элемент эстетики если кто понимает в этом допустим шпалер формы раньше выращивались только при каких-то дворцах каких-то монастыря там где люди могли позволить себе намечить садовника который мог ухаживать за этой кроной и так далее то есть это не было привилегий простых как говорится дачник дал был и времена то есть нужно было квалификации знание как поддерживать ухаживать данных форм как бы если мы заводим кошку собаку там еще и домашних животных тоже т.с. искусственная созданная человеком на созданной человеком она допустим там либо не болеет паршой либо крупные сладкие плоды природе это может быть даже парша там будет без разницы для растений главность вот эти семена нам какие произвести до произвести потомство а вот именно почему вот многие там вот обрезать деревья совсем не надо да то есть это вот ну вот такое заблуждение небольшое в плане того что мы обрезаем деревья плодовые не ради получения тени не ради получения чего-то да а ради получения плодов а вот эти плоды они соответственно выращиваются на то древесине которым должны систематически менять что делают промышленники да и еще что я заметил это 95 процентов наверное это люди хотят небольшие деревья но высаживаются ды покупают на рынке не имеет значения какой подвой но видят что дерево уже начинают перерастать и все хотят небольшие деревья то есть искусственная форма она подразумевает компактное дерево которое будет удобным для обслуживания если кто-то будет обрезать удобным для обработки допустим и сбора урожая поэтому есть удобства но есть дополнительные расходы если это будет допустим человек приходите заниматься обрезкой вот это дополнительные расходы но искусственная форма она прощает некоторые нюансы которые недопустимы допустимого в естественной форме это допустим равнозначные развилки это надо защемление коры зависимости от сложности и так далее и все эти структурные так называемые дефекты если дерево будет ухо за деревом будет уход и на все но будет сдерживаться определенных размеров если там будет определенные углы отхождения то принципе даже современные сады такая формировка как v-образная по-итальянски называется бибом она основана именно на равнозначной развилки то есть два таких два проводника 2 острых и а может немножко спрошу а вот бибом это все-таки дерево который плодоносит начал на одном побеге а следующий год на другом или все-таки бибом это имеется ввиду два дерева как бы на штамбе и она одновременно плодоносит а тут уже зависит от агротехники как человек выбирать если он обрезает равнозначно по принципу верить ему два лидера то она будет давать на двух лидерах ежегодно если он будет допустим выбирать один проводник для полношения 2 для личной замены то такой тоже вариант проходит ну я думаю что полноценнее будет если мы будем два проводника особенно в промышленном саду вести чтобы они оба плодоносили то есть делать обрезку таким способом чтобы положение было на двух лидерах и так как дерево находится на опоре там есть только там что это бамбук разные спалира есть то на кодина флор для опоры любом она это равнозначная развилка она никак не вредит дереву и потому что дерево есть еще такие вот в образные формы где еще таким пологим углом положу прям чуть ли не лежат они тоже лежат на опоре тоже там равнозначные развилки острые вы такие вот которые без опоры просто бы сразу разломить поэтому это нормально если современных интенсивных садах есть такие формировки такими развилками это нормально в том случае если мы будем следить за этим деревом если мы будем правильно держать его высоту чтобы не не было чрезмерного наклона чтобы не было облома естественно что если мы оставим это дерево на произволы но будет расти уже как как они искусственно а как естественно да она а это дерево причина на разлом потому что под нагрузкой плодами 1 снеговой нагрузкой это дерево может просто отломиться это естественно поэтому у меня была тема про структурные дефекты я говорил что и все зависит от того как мы будем вести этот сад если мы будем его вести как искусственную форму это будет управляемое дерево то в принципе эти дефекты можно допустить а как формировка бюбаум там это и есть такая формировка с так называемым дефектом то все это уместно пределах разумного подхода и ухода за этим деревом то есть это все зависит от того каким она будет искусственным компактным или естественным который будет сама по себе расти тут уже и короче другими словами смотри вот чтобы нам но долго это вот сделать такой вывод да то есть если мы получается посадили дерево а плодовые ради получения плодов да но я читаю если вам нужна тень лучше липу какой посадить там и под липой тоже сидите условно говоря вот поэтому мы должны обрезать дерево для того чтобы получать крупные плоды если мы сажаем там знаем какой подвой то мы соответственно можем сдерживать рост создавая искусственные формы крон но за созданием искусственных форм крон их нужно подрезать ежегодно 0 когда бы там если карлики это точно ежегодно среднерослые это у нас получается хотя бы там через сезон но лучше ежегодно а если сильно рослые деревья то мы все равно как бы вот ну смотрим на загрузка плодами ростовые процессы там загущение все это тоже нужно учитывать ну как бы специалисты они это видят конечно да вот и ну туда вот мы можем грубо заходить через но два сезона как минимум держать поэтому если человек посадил и хочет красивое дерево типа него кида из ну как и сосны хочет он того не хочет он того он два раза за сезон должен где-то подходить для чего мы делаем да не просто там чтобы были плоды как бы еще что-то но вернее было и красиво их были плоды и как-то дерево не болело вот а по поводу вот еще острых развилочек еще прям за ну немножко слова тут замовлю что все-таки если мы не создаем искусственную форму а создаем что-то более естественную форму все-таки вот эти углы отхождения расхождения мы должны все таки учитывать и при когда мы посадили саженцы или мы саженцы выбираем в садовом центре у нас тут ну проходили курсы тоже и вот женщина где-то поехала смотреть в тот питомник где покупала растения после прохождения курса до условно говоря вы знаете я не нашла грит тех растений которые бы вот вот можно было бы купить то есть до этого она приезжала никто не заморачивался вот покупает до приходит саженцы покупает там то есть вот качество посадочного материала который вот сейчас на сегодняшний день она у нас присутствует она плотно как бы ну процентов может быть там 40 все равно может быть или 60 там все зависит от этого впадает вот этого брака поэтому вот если мы еще раз хотим такой более естественный сад с минус таким относительно минимальным уходом все-таки формировать крепкий скелет к законом дерево вот этого там мы должны но это будет даже наверное чуть чуть лучше да чем нежели мы ну вот там создадим с острыми развилками условно говоря наверное да и потом забудем про это то есть вот как бы так а если мы ухаживаем за этим сдерживаем да вот как вот и занимаешься и снова создание вот этих искусственных форм то да мы мы понимаем мы на это идем целенаправленно мы это видим и мы можем немножко этим нивелировать так скажем да да это обязательно если мы создаем естественную форму туда в обязательном порядке лучше сделать это на саженцы нет не ждать уже пока она окрепнет и будет толстые скелетные ветви чтобы не портить уже большими резами она саженцы нужно сразу убрать эти все структурные дефекты и чтобы в дальнейшем дерево у нас было полноценно не приходилось нам резать уже толстые большие ветки это надо за потому что вырезка крупных толстых ветвей она приводит к загниванию да она будет зарастать но я говорю мертвые древесины тут есть такой древо видение как там такая культура читал тоже книжку на там написано что мертвая ткань природе не нужна и соответственно когда мы делаем спил древесина вот это да там образуется слой который там что-то еще он как бы предотвращает вот это дальнейшее проникновение то есть дерево борется это да не вопрос но древесина начинает гнить по-любому она будет гнить потому что это мертвая ткань которая вышла из жизни деятельности дерева и хоть чем она меч им ранка быстрее зарастает ну и все там зарубцовывается а чем мы начинаем больше ведь ну и даже порой иногда крупную ветку когда спиливаешь вот внизу под ней начинает отваливаться кора потому что кора это трубки по которым идет влага ну там вот тогда вверх вниз идет и соответственно когда мы выпиливаем такую крупную ветку может быть она погибла черным раком поразилась там или еще что-то да там отломилась вот иногда прям по стволу идет уже вот это оголение древесины то есть кора отваливается то есть не идет такого но хорошего ли там спинком с каким-то отрезано и получается что мы сами уродуем деревья ну вот как бы так вот да и превращаем их аварийные это прям я вот сейчас вот тоже начинаю вот как бы ну вот общаюсь там со своими друзьями коллегами вот с тобой как бы я прихожу к выводу что порой лучше оставить крупные вот эту основание особенно где вот они идут лучше начать ослаблять ее сверху потому что там ну вот что-то сверху если даже заболеет мы сверху срежем чем мы и вот вот эту дырку получим у основания и мы потом как это папан до пола говорил дырку вы сделаешь потом и йогурт обратно не запломбируешь как говорится вот так что это из фильма да вот поэтому лучше наверно ослаблять как бы чтобы она потихоньку по диаметру уменьшалась по сравнению с центральным стволом да но наверное лучше порою оставить но это такое моё мнение да да точно это точно и допустим уже к естественной форме старого большого дерева очень осторожно дерево уже сама по себе ослаблена не следует вообще буквально вчера я был на объекте и родители осталось дерево там их несколько по моему было яблони и вот она пригласили обрезчиков приехали снесли макушку и настоит все покрыто раком и она даже человек который не понимать в обрезке как только обрезали дерево через три года я вижу что она все умирает это я тоже заметил вот на своих работах когда вырезаешь крупные ветки делаешь их на переводы особенно тоже даже вот но сносишь макушке казалось бы вроде вертикаль переводишь на толстую относительно горизонталь вот это место поражается черным раком все дерево начинает болеть вот это вот ну вот это надо увидеть это надо признать и как бы наверное об этом рассказать потому что но не при как это не принято в соцсетях показывать ну вот я обрезал дерево она погибла да то есть надо понимать от чего она погибла вот поэтому вот чем чревато вырезка крупных ветвей с переводами даже на боковые ответвления в позднем возрасте то есть поражение рак там и деревья могут гибнуть да это вот я тоже через это проходил это были мои ошибки ну вот я вот как бы признаюсь и как бы это ну то есть это нужно анализировать так игорь давай на расчет значит затронем вот ну мы поговорили о том что у нас есть искусственные формы которые требуют ежегодного ежегодные обрезки есть естественные формы да на сильнорослых подвоек которых можно там как-то нивелировать вот но я тоже дополню что если мы с вами все-таки посадили сильноросло дерево мы знаем да лучше наверное его сразу формировать маленьким делать ну как-то вот сдерживать в начальной стадии роста до чтобы потом не делать вот эти крупных срезов которые могут приводить к заболеваниям и но это вот как бы мы просто анализируем выводы делать до для зрителей и получается следующее что мы используем разные сроки то есть у людей вот в голове вот куда не придешь все говорят но обычные садоводы я не говорю про профессионалов как бы людей которые занимаются а я думала говорит что надо только весной это обрезать тогда или там обрезать только там осенью там какие-то веточки вот про сроки обрезки так вот немножко давай мы может быть отдельно даже поговорим на эту тему как-нибудь вот твое видение применение вот разных сроков обрезки вот как она может влиять так вот ну как-то вот сжатенько да так чтобы ну и понятно ну это не только мое как бы замечание но и современные институты об этом зарубежных говорят о том что сроки обрезки они влияют на ростовые процессы и выступал один представитель института у них были участки экспериментальные день и пробовали в разное время делать обрезку пока есть такие показательные цифры что допустим летняя обрезка она имеет умеренный рост то есть после того как мы подходим к дереву летом делаем какие-то манипуляции по обрезке мы имеем в будущем умеренный рост если мы будем это делать уже весеннее время это будет более активный рост и вот интересно они заметили что во время цветения если мы будем делать обрезку вот это будет самый активный рост то есть это требуется при замене лидеров в уменных системах там ушло когда нужно очень быстро вызвать побег вот они подбирают этот момент когда дерево цветет и удаляет на пенек замещающую ветку и она очень быстро стартует и восстанавливается когда еще раз до начала цветения по культуре на косточку культура в частности черешня черешня во время цветения чтобы она стартанула потому что я знаешь я один раз был как раз к вид вот эта вот история да и я не поехал домой как об этом у меня в липецкой области дом и мама говорит смотри как и цветет горит груша я мамну слушай она там перегружена выдавая говорю вот во время цветения говорю резанем сейчас мы там три веточки говорю просто удали какие-нибудь там она взяла секатор взяла вот эту видеосвязь ну какую лишь вот эту варну лишь вот эту вот эту и вот эту и что произошло то есть у меня дерево во время цветения вот семечковой культуры как будто ей ударили ну кувалдой по голове приросты были не более 15 сантиметров хотя до этого дерево целого но очень активно росло то есть я для себя понял что если я семечковой культуры обрежу во время массового цветения это вот ну как вот удар по голове кувалды пережили лежишь в реанимации ты вроде живой но дерево она не росло реально но вот прям просто просела в росте а вот на косточковых получается да если мы во время цветения мы как раз стимулируем рост ну как бы новые в нового побега то есть вот вот это вот опять знаешь вот я называю такие какающие люди то есть а как обрезать черешню а как обрезать грушу получается никак обрезать да это укорачивание и прореживание каким образом да как что мы хотим простимулировать рост заглушить рост там омолодить крону загрузить его плодовой древесиной то есть вот смысл обрезки плодового дерева это не просто сделать правильный срез удалить внутрь растущей трущейся под острыми углами а вот задуманную совершить задуманное грубо говоря да и получить более-менее компактное растение мы должны понимать последователь что мы делаем данным деревом для чего мы взяли в руку пилку лисика то что какая цель нашей обрезки от этого же выполнять тот или иной срок это допустим надо нам нужно сделать более такую омолаживающую обрезку но весной берем заходим на двухлетнюю древесину ли там на трехлетнюю и пытаемся вызвать рост больше если мы наоборот хотим приглушить дерево чтобы она не так сильно росло то мы уже берем секатор и допустим в августе месяце делаем чтобы дерево не так сильно реагировала на наши на нашего вмешательства в данное время поэтому все зависит от намерения что мы хотим делать стимулировать рост или наоборот приглушить его вы сделать умеренность дереве до чтобы она больше закладывала плодовые почки как обрезать а что мы хотим получить одного или иного дерева а как это получить это вот либо укорачиваем либо прореживаем либо и так далее поэтому вот игры то есть ну цель вот нашего эфира сегодняшнего такого сумбурного который вот ну надеюсь дальше будет интереснее как бы но будем более активно выходить научимся мы пользоваться в к нашим любимым вот понять донести до людей то что мы разные деревья да там слаборослые среднерослые сильнорослые там мы к ним подходим по разному то есть ну одни надо часто резать другие можем там с оглядкой до 3 обязательно там можем даже через период времени вот а потом какая цель у нас с вами да то есть простимулировать рост заглушить его да там еще что-то как загрузить его то есть настолько опять же в разные сроки то есть весна цветение после цветения кустовская обрезка даже гурья вот выделяют три варианта летний обрезки то есть это в начале уверен после цветения там в середине когда мы его 42 лица и вот это августовская обрезка она тоже влияет на дерево на его рост и это нужно понимать и то есть вот иногда говорит а вот вы мне сделайте летнюю обрезку я зачем вам летний обрезку но сейчас же модно делать летнюю обрезку вы понимаете вот ну вот для чего она нужна то есть как бы человек не понимает но надо делать да но я могу сделать но говорю потом вам надо будет приходить и там через сезон смотреть ой тогда не надо то есть вот игру люди не до конца понимают вот эту вот смысл может быть это и хорошо а может быть и я не знаю может и не очень хорошо алексей тут еще такое дополнение что помимо того в чем мы сказали есть еще породы деревьев которые требуют обязательные животные обрезки но я приду пример это персик это та культура которая без обрезки если мы пропустим хотя бы одну обрезку мы спровоцируем оголение ветвей наш персик уйдет на периферию а все две обрезки пропустим это вот уже парочка такого которая будет полностью с чем это связано вот именно вот как бы это я-то знаю о чем от идет речь как вот просто людям пояснить с чем это связано вот именно обрезка персика ежегодно и вот как бы ну вот суть потому что все говорят режем вот ну отклонили веточку там перевели на боковую а вот самой сути а вот этой почему-то нигде никаких не так не написано вот почему мой персик но то что он убегает это понятно почему он убегает в чем там прикол здесь как принцип виноград это вторая культура которую надо обязательно обрезать персик и виноград они очень схожи в интенсивности обрезки это ежегодно обрезка ни в коем случае нельзя пропускать если мы будем пропускать мы огорлим идет подношение мы перегрузим дерево но будет получать стресс она будет страдать так далее и в итоге больших перегрузов она просто истечет камень и засохнет но это в частности персик и персик поносит на долетнем прирости и если нам нужно хорошее подношение мы должны вызывать ежегодный прирост данного данной породы умеет и однолетний прирост там где нужно нам вот вот это вот если мы его и вот понимаем на чем это дерево плодоносит и мы можем это возобновить вот мы тогда становимся мастерами и обрезки но высококлассными наверно мастерами обрезки плодовых садов но это так добавлю вот такой можно подвести итог что и все зависит от нашего намерения мы должны заранее планировать создание нашего сада как мы будем подходить будет ли это у нас допустим многих людей есть интерес сам процесс занятия садоводством и допустим создание допустим искусственной кроны это будет ему в удовольствии ему нравится заниматься летом проводить время за любым любимым как бы занятие и он планирует человек планирует создать такой сад я ему будет интересно быть соучастником создания этих форм уходом за этим деревом естественно получать результат хорошие красивые плоды если ему это интересно если он планирует этим заниматься то для него конечно будет больше подойдет искусственной формы их множество создались этот восприятие если человек не очень как бы желает много править времени и у него досух это будет шашлык под деревом иногда что-то сделать то для него больше будет приемлемо наверное все-таки естественные кроны такие более высокорослые где может быть иногда нужно будет где выполнять эту обрезку и это не будет его беспокоить чрезмерно то есть он будет заниматься отдыхом и досугом и иногда подойдет подойдет дереву сделать это там регуляции манипуляции по обрезке и так далее все зависит от того что человек хочет получать от сада каким будет его восприятие этого сада досуг занятием этим садом или досуг под этим садом занятием там другими там бильярдом да то есть ты приезжаешь на дачу либо отдыхать либо да ну как говорится ты едешь на машине раз ну ты о там через какой-то определенный про это пробег мы машине обязательно делаем там дал сонга и масло меняем там еще что то то же самое с плодовкой то есть вот более искусственная форма значит более часто если хочешь заниматься если что-то такое ну вот средненькая ну можно вот там вот раз заходить какой-то определенный период там до корректировать то есть немножко так вот но не только как-то приезжаешь на дачу покосил газон там угли раздул да вроде шашлык съел уже спать и завтра уезжать надо то есть вот если у вас вот такая вот жизнь то можно вот как раз более естественной формы посадить и но с ними тогда наверное меньше ну как бы заморачиваться условно говоря но все равно подход нужен ну и про сроки обрезки да вот это вот еще как бы то что вот ну как заключение так сказать какой-то свое такое резюме она вот именно что вот преследует да там ну и самое сроки обрезки зависит от того что мы будем преследовать данная обрезка и и деревья допустим если это будут карликовые деревья нам уж и обрезать это в весенний период времени для стимуляции на ростовых процессов если это будет семенной подвой и мы создали искусственную кроме то здесь нужно подходить и в летний период времени и восемь и весенний зависимости от региона потому что я допустим могу себя в саду и у своих клиентов обрезать осенью за исключением персиков по причине того что весной на нету времени на это и в нашем регионе это позволительно то есть у нас нет таких аномальных морозов 15 я вот просто сказать чтобы это пример где-то в районе краснодара то есть вот так плюс-минус мы скажем понимали люди ну вот ростов да вот это вот я метод краснодар ростов то есть более южные регионы где менее такая суровые зимы и маленький период зимний вот этого то есть там грубо ряда ноября режем даже до декабря наверно и уже феврале уже опять уже начинается уже оттепель то есть но вот такие у нас с ноября и уже там по конец марта то есть у нас это удлиняется поэтому ну я стараюсь у нас косточковой не резать особенно крупные спилы потому что я вот делал обрезку даже сливы которые казалось бы там так ну вроде бы районированные все сорта но они потихонечку даже при вырезке мелких веточек там до двух сантиметров камень у них все равно течет то есть вот это вот я заметил я как бы обрезал под осенью яблони груши яблони груши нормально все отреагировали а вот как ее вот слива камень на не появилась чуть-чуть но появилась и это стало причиной там еще что-то но вот я стараюсь под зиму косточкова не трогать от слова совсем и не трогать молодые сады вот меня сегодня тоже женщина звонит значит и говорит что типа молодой садик там вот муж умер надо говорит он хотел вот его желание там обрезать вот ягод хочу вот можете это сделать а у нее деревья молодые там и опять игруши подмерзли в этом сезоне они отросли дали волчки давайте перенесем на весну потому что деревья молодые груши подмерзают какая будет зима неизвестно вот и деревья там ну до четырех до пяти лет вот такие молоденькие давайте не будем рисковать просто сохраним как память на маму же туда сюда и игорь вот принесем на весну ну хорошо если не забудете давайте ягод согласна то есть здесь уже не просто вот как заработать деньги да вот ну вот а сделать так чтобы растение выжили то есть не как хорошо нам а как хорошо растению как вот мой друг уже говорит олег чтобы сделать именно но не как хорошо нам да вот мы заработали денежку положили в карман и убежали а там деревья погибли ну купите потом новое не страшно поэтому мы вот но обрезчик специалист по обрезке плодового сада он еще должен и вот эти учитывать частного сада условно говоря а здесь нет возможности вопрос там вопросы никто не пишет вот да я вот что-то пытаюсь открыть чат вот и что-то он у меня вот сейчас я попробую на большинство тут большой такой экран загорится может быть кто-то вопрос и писал то что вот видеть убери это не очень интересные вопросы писали так сейчас у меня загружается что-то сейчас я пока вот переключу а здесь надо 5 входить вот ну не знаю то есть что-то у нас даже может быть кто-то будет смотреть от записи даже вконтакте может быть и в ютюбе здесь вот тоже запись идет я вопрос за хороший ли звук слышно меня это слышно хорошо слышно ли игоря вот вот это вот если можно там написать пожалуйста я задал вопрос вроде поставить что сто процентов звук вроде слышно вот поэтому ну игорь давай это мы будем модернизировать может быть там подскажет потом поэтому вот нажимаю чат мне надо будет войти там что-то сделать еще так сейчас я может быть для но на страничке вот здесь сейчас я где вас идет нет у нас здесь тоже ничего такого нету сейчас я посмотрю и только осваиваем эту технику как бы поэтому я надеюсь мы научимся пока нет вот есть он чат вот он у меня написан чат здесь в правом углу но как вот запустить наверное я не могу ничего подумаю как найти какую-то площадку для более комфортного проведения эфира наверно кроме кроме в к мы с тобой ничего не знаем но здесь должны быть обязательно должны быть эти сейчас я вот на вот так на всю если сделаем потому что ну конечно блин ну так без обратной связи тоже это как-то некорректно так сейчас и настройки помощь у нас тут даже кто-то третий к нам присоединился на 1 посылки прошли по моей нечаянной так но не знаю да хорошо бы было бы задать вопросы но нам тогда кстати кто-то писал в чат а вот он сейчас будет загружать опять картинка непонятная вот опять она выскакивает я тогда попробую посижу может быть активизирую просто таки про процессы чтобы он как это ну вот чат открыть вести там мой номер телефон я прощаться в ютюб выхожу тоже как бы тут нас смотрят вот народ в ютюбе напишите пожалуйста комментарии если вы видите звук хороший был или нет может быть тоже какие-то вопросы есть если есть комментарии или может быть там лайк какой не поставьте что не такой полетит мы хоть узнаем там можно вернее если лайки да ничего нету комментариев потому что я вот тут держу меня же рука затекла телефона но для народа пытаемся так что игорь ну давай наверное вот подрезюмируем пока сегодня да потому что мы прорекламировали нас эфиры вот мы тут пока вот работаем но нет у нас модераторов таких интересных которые бы нас помогли так сейчас а вот субтитры отключены но это наверное будем это нас будут наверное субтитры то есть а да вот это нам не нужно нам нужно так включены отключены расшифровка с сессионные залы но очень ладно нам еще предстоит поработать есть как говорится к чему стремиться куда развиваться вот сады мы обрезать умеем надо еще овладеть техникой работает вот а по поводу ну youtube а вот там про площадка хорошая но там меня говорю вот когда мобильный интернет у меня туда идет вот связь если я выхожу через вай фай до связи просто нет если у тебя будет у тебя интернет не безлимитный сейчас я youtube отключу мне руку освободить у меня немножко уже это рукава устала и так ребята давайте тогда чтобы нам тоже до долго не заканчивать вывод не получилось если есть у кого будут вопросы пишите в комментариях мы постараемся ответить до игорь как бы там вот подписывайтесь на его канал я просто сделал его тоже ссылочку чтобы его как ему тоже туда все переходили вот потому что человек интересный человек такой осознанно подходит к этому вопросу вот таких людей как самородки до который вот надо искать с ними общаться и но двери не мы становимся профессионалами вот как я тоже в инстаграме там говорила о чем говорю то что вот откуда вот как понять что я профессионал кто меня оценил да то есть ну вот у меня есть какие-то мысли в голове я вот так вот обрезаю я думаю что я крутой образование у меня есть а вот когда мы общаемся с себе подобными да то есть вот именно создаем вот этот костяк мы сами у себя учимся то есть как бы мы ну подглядываем друг за дружкой то есть мы впитываем эту информацию то есть это очень важно и пытаемся применить ее на практике вот поэтому это очень важная штука который вот ну обмен опытом поэтому я говорю вот выступаю ну пользовательным моментом еще за то чтобы как сказать чтобы нам дали какие-то площадочки питомники и выращивают растения или может быть садовые центры где можно было бы устроить такие шоурумы где можно показать растения как питомник него то есть ты приходишь ты погружаешься вот в эту атмосферу во первых каждую плодовка она разная персики абрикосы вишни черешни яблони груши сильно полрослые среднерослые слаборослые по двое разных форм и крон то есть вот это надо все изучать это надо погружаться искусственной формы как их сдерживать как их формировать то есть одним годом но спиральку мы можем сделать даже может быть леготур растянуть него кида мы посмотрим но опять же для формирования и получения вот первого результата нам нужно минимум три года игорь если ошибаюсь как вы можете поправить я веду по результату а если допустим вот создаваться какая-то искусственная форма там шпалерного формата какого-то тут больше даже 45 да то есть вот сам процесс то есть мы приходим в сад вот в эту данную площадку мы смотрим да вот мы рассказываем показываем то есть вот мы с игорем удовольствием приехали бы пообщались бы поделись бог потом посмотрели поучились у друг другу может быть еще найдутся такие классные ребята которые может быть больше чем мы это вообще было бы классно но по какому-то там вопросу и вот это вот внедрить в массы чтобы все таки выбить у людей из головы эти внутрирастущие трущиеся под острыми углами а ну не знаем потому что плодов она другая то есть об этом нужно вот говорить и показывать есть мы не будем показывать и научимся почему на мой взгляд так игорь ну давай твое завершающее слово как говорится и наверно завершать эти я принципе сказал уже и подведу и то что прежде чем продавать какой-то образ сада мы должны иметь представление об этом образе чтобы что мы хотим от этого сада как мы будем ухаживать за ним если это будет какой-то искусственный сад каким-то красивыми формами то тут нужно один подход с учетом того чтобы приходить или специалист или мы сами будем учиться каждой данным садом это потребует больше внимания естественно что здесь есть не преимущество это и компактность это эстетика этой продуктивности так далее то есть все это оправдывается но с учетом того вложения времени вложения средств и так далее так далее если вы хотели это стоит дорого и смысле и дорого смысле по времени то есть переважать специалиста это тоже стоит деньгам потому что даст создание поддержания как у меня говорил дипломный руководитель алексей создать это одно а поддержать его это совершенно другое то есть он вот каком качестве он может быть здесь согласен если мы хотим жить как раньше жили цари при двора при дворцах да вот эти красивые формы но очень не хочешь кто-то либо сам или садовник должен приходить я еще последний момент я был на одном участке в одной тетеньке было в 40 неваке она сама их формировала вот она как мы с дятем говорит каждый год их обрезаем туда они становятся большие-большие но он в последнее время начинает отказываться 40 неваке смотрится обалденно просто обалденно но вот эти свечи прищипывать 40 штук по 8-10 шапок метров по два с половиной мой такая задача бедный ваш взять как и время сочувствую противоречить не как на этой веселой ноте да как закончим удалось отвечать на вопросики надеюсь следующий эфир я предлагаю вот у нас есть наши коллега с екатеринбурга то есть как сказать чтобы вот у нас был южная южный ригит такой регион да я так более-менее в центральном регионе в эфире соль байголовые которые представители ну урала более сурового климата который тоже имеет свои особенности и вот может быть мы обсудим эту тему как-нибудь тоже какой-то выходной день вот так вот вечерком поговорим про зима начинается будет меньше работы по крайней мере у нас это раньше начнется возможно чуть попозже вот я вот предлагаю такую тему вот обсудить проблемы или там не проблемы условия обрезки типа ростовская область краснодар средний полосна и урал да вот это вот мнение чтобы у людей потихонечку начиналось откладываться в голове правильная обрезка правильные сроки и так далее и так далее так что я надеюсь что мы надеюсь уже не будем 20 минут задержки делать первые блин комом когда все плохо начинается хорошо продолжается все на этом наверно заканчиваем тогда все нажимаем закончить эфир